Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире 12-го канала программа «Срочный вызов». Я ее ведущий Владимир Мутовкин. И сегодня у меня в гостях Мария Анатольевна Левзан, ректор, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии Омского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист, терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, председатель Омского совета ректоров. Еще не все должности сказал, Мария Анатольевна, простите, здравствуйте, рад приветствовать вас. Друзья мои, те, кто смотрит нашу программу, постоянно в курсе, в любой момент можете позвонить, задать свой вопрос, присоединиться к нашей беседе. Телефоны у вас на экранах, можете писать не на планшет, а на WhatsApp. Все вопросы примем, обсудим, так или иначе постараемся ответить, ну, если они, конечно, касаются темы. Ну, тему мы сегодня избрали такую. Преддверие Нового года, Мария Анатольевна. Наша программа в этом году в последний раз выходит, в следующем, надеюсь, мы продолжим этот цикл, но в этом, понятно, в последний раз. И, конечно, люди готовятся к прекрасному празднику, который сопряжен с обильным поеданием всяких вкусностей и выпиванием всяких напитков соответствующих. Ну и, конечно, надо понять, как же нам так себя насытить и напоить, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые сутки. Да, чтобы праздник остался праздником. Совершенно верно, да. Новый год – волшебная пора, и каждая хозяйка по-настоящему хочет порадовать, сделать что-то новое, необычное для своих близких, для гостей. И очень важно, вы совершенно правы, подготовиться к этому празднику. Ну, к любому празднику, раз уж мы говорим, что мы готовимся, очень важно, но не допустить нескольких ошибок, которые не позволят насладиться праздником непосредственно в Новый год. Некоторые считают, что для того, чтобы легче потом было справиться с максимально обильным приемом пищи, нужно поголодать. Ведь, казалось бы, да, каждая женщина тоже мечтает войти в прекрасное свое праздничное платье. Да и потом, вот этот период подготовки воспринимается как период ограничений для того, чтобы в последующем обильная еда не сказалась лишними килограммами. Вот это одна из ошибок. Речь не идет о том, что не нужно готовиться, но при этом не нужно пропускать приемов пищи. Потому что пищеварительный тракт, работая как конвейер, ритмично, очень важно, чтобы он не пропускал свою работу. Ну, пример могу какой привести. Ну, например, человек долго находится в сидячем положении, а потом он говорит, ну-ка, быстро нужно пробежаться и достаточно длительную дистанцию. Соответственно, у человека возникает масса неприятных ощущений. Вполне возможно, что если бы он к этому забегу был подготовлен, он справился бы более легко. Поэтому важно кушать. При этом нужно постараться ограничить калораж. Ну, то есть мы понимаем, что объем не всегда означает то же самое количество калорий. Ряд продуктов имеет высокий объем содержания калорий. Но при этом можно съесть немножко, а, к сожалению, суточный калораж уже будет израсходован. Поэтому тот будет достаточно сложно. На что необходимо обратить внимание? Нужно побольше кушать овощей, которые обладают как раз достаточным объемом и дают чувство насыщения. Но при этом не дают набора веса и позволяют, с одной стороны, настроить хорошую работу пищеварительного тракта, чтобы пищеварительный тракт работал без сбоев, он был подготовлен, но, с другой стороны, не было дополнительных каких-то вот таких нагрузок для метаболизма, который бы в последующем сказался лишними килограммами. Очень важен питьевой режим. Почему-то считается, что летом, когда жарко, да, все понимают, что нужно, особенно вот когда солнцепек, когда высокая температура. Очень важно рядышком с собой держать бутылочку просто чистой воды. Но ведь мы сейчас с вами находимся в помещениях. Безусловно, температура в помещениях достаточно высокая, а система отопления делает воздух достаточно таким, сухим. И поэтому, конечно, организм нуждается в достаточном количестве жидкости. Здесь не идет речи о каких-то, ну, там, дополнительных объемах жидкости. Организм человека нуждается за сутки в полутора литрах чистой воды. Конечно, все зависит от дополнительной физической нагрузки. Мужчины и женщины с разным весом тоже здесь. Мы рассчитываем средний объем потребляемой жидкости на вес. Но правило одно – чистая вода, не сладкие напитки. Вот это тоже очень важно, потому что в сладких напитках, казалось бы, человек, да-ка я что там, компотик выпил. А мы говорим, там же тоже есть вот эти самые калории. А чистая вода. Таким образом, не голодать, кушать регулярно. Ну, и, соответственно, кушать с добавлением овощей, которые не дадут поправиться. С одной стороны, дадут возможность подготовиться. Ну, и достаточный питьевой режим. Дальше… Да, я просто для себя уточню. Это означает, никакой минералки, просто кипяченую воду пьем и на овощах сидим. Ну, в идеале так получается, да? Ну, получается, не значит, сидим только на овощах. Вот мы со своими коллегами, надо сказать, терапевтами, диетологами обсуждали, как правильно подготовиться. Более того, мы даже дали себе слово, что подготовим несколько рецептов, таких очень простых, которые, ну, скажем, удобно будет в последующем, и в праздничный стол, ведь Новый год – это не единственный праздник в году, где можно было бы, ну, скажем так, и праздничное блюдо сделать, и в то же время, чтобы оно не было достаточно нагрузочным для организма. В отношении минералки. Не все минеральная вода подходит, ведь соль, содержащаяся в минеральной воде, может быть опасна для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому, конечно, предпочтение простая чистая вода, вот как у нас сейчас с вами стоит на столе. Стакан обычной чистой воды, это не обязательно минеральная вода. Довольно скучное меню получается, Марина. Мы же сейчас не говорим о меню, ведь меню должно быть разнообразное. Должен быть белок, пожалуйста, нежирное мясо, нежирная рыба. В качестве гарнира это овощи, либо крупы. Ну, и в последующем мы говорим о том, что, да, между приемами пищи вы пьете достаточное количество воды. Ну, чай, кофе разрешаете? Чай, кофе, конечно, да, просто следить за тем, чтобы был достаточный объем жидкости. Ну, то есть первый момент подготовки – не голодать перед праздником. Первый. Второй момент – то, что касается непосредственно новогоднего стола. А вы знаете, ведь праздник должен быть праздником. И еда в культуре человека – это не просто обеспечение определенных вот этих самых калорий, белков, углеводов, жиров. Ведь еда для культуры человека значит гораздо больше, чем просто обеспечение его физических потребностей. Благодаря тому, что мы имеем возможность собраться за столом, мы испытываем положительные эмоции, мы друг к другу вот в такой комфортной обстановке имеем возможность сказать какие-то приятные слова. Ну, то есть праздничный стол – это такой же важный атрибут праздника, как, ну, например, новогодняя елка или еще что-то. Кстати, вот эта новогодняя традиция – мандарины, безусловно, исключая лица с аллергией на эту цитру. Но, тем не менее, все равно, вот мандарины – ведь это прекрасная новогодняя традиция. Почему она прекрасная? Потому что, опять-таки, да, это же не какой-то жирный продукт, который может, там, по большому счету, не так много калорий. И, безусловно, речь не идет, что питаться одними мандаринами, но, наверное, их появление тоже кем-то было вот так продумано. И ведь… Это совершенно случайно на нашем столе оказалось, я вам как историк скажу. Да, ну, вот, наверное, как-то так случайно. Случилось, может быть, потому что яркие краски вот этих фруктов, а может быть, потому что действительно хочется чего-то экзотического в прошлом было, да, цитрусовое. Ведь это сейчас достаточно легко и просто, и многие удивляются, как так, в общем, каких-то там несезонных фруктов вообще не оказывается на нашем столе. Ну, то есть, вот таким вот образом. Итак, собственно, сам новогодний стол. На что необходимо обратить внимание? Как вести себя правильно вот в этот праздничный день? Очень важно не пропустить завтрак. Многие считают, вот я сейчас поголодаю, зато потом я в новогоднюю ночь, как у меня говорят некоторые, отвел душу. Ну, вот, хотелось бы… А те, кто идут в гости, они принципиально предпочитают немножечко поголодать. Ну, вот здесь же какой момент, еще раз, в отношении пищеварительного тракта, чтобы это не было дополнительным стрессом. Не пропустить завтрак, не пропустить обед, да, сделать его менее обильным, чем это, ну, принято, и человек привык, но, тем не менее, не пропустить сам факт. Почему? Вот именно благодаря тому, что мы кушаем, активизируется моторика пищеварительного тракта. Не кушаем пищеварительный тракт не работает активно, а значит, прием пищи будет сопровождаться тем, что обработка пищевых продуктов будет замедляться. Это очень важный момент, на самом деле, я, может быть, даже отвлекся бы от идеи темы Нового года. Вот я люблю очень плотно позавтракать, причем даже могу что-нибудь жирненькое с утра, в обед вообще могу очень легко пообедать. А вот завтрак должен быть плотным. Но мне порой сталкивается, приходится с точкой зрения, что чашечка кофе и бутерброд с маслом – это вот тот самый завтрак, который должен нас разгонять. Где тут все-таки есть правда на чьей-либо стороне или какая-то середина? Правда есть в том, что именно разгонять. Завтрак разгоняет наш метаболизм. Очень важно, и то, что вне зависимости российские, зарубежные диетологи, они сходятся во всем. В одном, что первый прием пищи – это как затопить печь. То есть нужно разогнать метаболизм. Что здесь хотелось бы видеть? Завтрак, во-первых, должен быть полноценным. В отношении плотности, то тоже у каждого свое понимание, что такое плотный прием пищи. Но тем не менее, завтрак – это хороший, полноценный прием пищи. Безусловно, чашечка кофе с маленьким бутербродом полноценным приемом пищи и питься не может. Это значит, что это перерыв. И можно это сделать в качестве второго завтрака. А вот на первый завтрак, что обычно мы рекомендуем? Мы рекомендуем сложные углеводы. Это каши, которые дают возможность насытиться энергетикой калорий, которые содержатся в этих сложных углеводах на целый день. Второй вариант – это белковые продукты. Вот белковый омлет – это тоже прекрасно, потому что белок, содержащийся именно кислоты в таких продуктах, позволяют, с одной стороны, обеспечить хорошую работу иммунитета и хорошую работу организма. Яйца или животное какое-то мясо? Здесь варианты возможны, пожалуйста, яйца. Вариант может быть творог – это тоже белок. Следующим вариантом, да, может быть, например, суфлен с индейкой, либо с рыбой. То есть это как варианты. И здесь, на самом деле, вариантов такого полезного завтрака очень и очень много. То есть вот мы говорим, как подготовиться, чтобы в последующем праздник остался приятным воспоминанием, а не нес с собой какие-то негативные. То есть 31 утра мы едим. 31 утра мы завтракаем. Мы говорим о том, что завтрак должен быть менее обильным по своему объему, чем в предшествующие дни. Но он не должен быть пропущен. Вот это важно. Желательно днем себе устроить отдых. Вот особенно сложно хозяйкам, потому что они целый день на ногах, они стремятся все подготовить. И дело здесь не только касается праздничного стола, потому что нужно детей как-то занять, нужно... Очень много хлопот. Много хлопот. Но надо прямо себе этот день... Вот у нас есть академик Владимир Трофимович Ивашкин, главный гастроэнтеролог. У него есть такая фраза очень яркая. Успех должен быть планирован. Ну, соответственно, чтобы все прошло хорошо, надо прямо себе запланировать час дневного отдыха. Почему это важно? Потому что новогодняя ночь тоже проходит зачастую, вот смотрите, день не спим, ночь у нас проходит вот в таких праздниках, в празднике, в гуляниях. А потом сбивается весь ритм последующий. Поэтому очень важно здесь хотя бы час выделить для дневного отдыха. Это сон или именно просто отдых? Это не обязательно сон, но это должен быть отдых. Надо дать возможность организму подготовиться, ну скажем так, к дополнительной нагрузке. Поэтому... Сразу для понимания, многие предпочитают 31-го просто, ну даже может быть 30-го как-то себя загнать в ночь позже, ложиться позже, вставать, подготовиться к новогодней ночи. Я так понимаю, это тоже неправильный вариант. Это не совсем правильный вариант, потому что период адаптации к различным часовым поясам, а ведь по большому счету то, что происходит, это как раз и есть изменение часовых поясов. Период адаптации занимает от 7 до 14 дней. Ну то есть, вот это вот одним днем, наверное, каждый человек проходил, что вот одну ночь не поспал, вторую ночь не поспал, но это тоже нагрузка на организм. И даже если нет дополнительных физических нагрузок, тем не менее склонность к повышению артериального давления и так далее, не совсем комфортно, вот такой момент сказывается. Поэтому еще раз, не обязательно спать, но час дневного отдыха постараться организовать. И ведь можно так организовать, чтобы этот час дневного отдыха был в том числе и для близких. Вот дети, тихий час, да, и взрослые тоже себе обеспечили. Ну и теперь непосредственно сам, собственно, сам новогодний стол. Безусловно, у каждой хозяйки есть свои какие-то коронные блюда. Каждая хозяйка, я уверена, стремится порадовать своих близких. Что необходимо уточнить? Если в вашей компании появляются люди, с которыми вы не знаете их пищевых привычек, надо заранее выяснить, нет ли пищевой аллергии. Почему это важно? Если уж вы пригласили в дом человека, это значит, человек вам близок и дурак. И в последующем спрашивать его, почему же ты не кушаешь, я же приготовила, я старалась. И создавать ситуацию, когда человек, понимая, что продукта он не переносит, но боится обидеть хозяйку, тоже, согласитесь, возникнет не совсем комфортная, не только для пищеварения ситуация. Я просто представляю немножечко комично это. Иван Иванович, приходи ко мне на Новый год. Так, кстати, у тебя нет аллергии? Нет, нет, нет. Ну, за это же все выяснять можно заранее. И, как правило, еще раз, это же человек не оказывается, ну, вот, скажем так, в вашем поле зрения за два часа до... Нет, но, Антон, поймите меня правильно, потому что я просто, конечно, похихикиваю, но если у человека случится аллергическая реакция 31-го числа, Новый год будет испорчен всем доброму полу. Тогда так, у меня совет, если ваш гость настойчиво отказывается от какого-то блюда, считайте, что это не в вашу сторону лично сделано, а, может быть, в сторону каких-то компонентов, содержащихся в этом блюде. Какая гадость, ваша заливная рыба. Ну, нет, но тут еще раз, нужно постараться проявить такт, потому что, к сожалению, пищевая аллергизация, это, кстати, тоже отдельная тема. На самом деле, крайне серьезная ситуация, и, конечно, особенно, когда мы говорим о празднике, не хотелось бы создавать каких-то негативных ситуаций, когда вот пришли гости. Конечно, питание должно быть разнообразным. Помните о правиле тарелки, хочется же попробовать все. Если мы мысленно тарелку разделим на три части, то одна из частей должна быть самая большая, это 50% объема тарелки. Вот там должны сосредоточиться овощи. Почему они важны? Ну, во-первых, мы уже сказали, что они обеспечивают хорошую работу пищеварительного тракта. Во-вторых, они не дадут, там содержатся пищевые волокна. Даже если возникнет компонент интоксикации, то он будет менее выраженным, чем в отсутствии тех самых пищевых волокон. По сути, это природные сорбенты. Они, как метелка, вычищают все негативное, что попало в наш пищеварительный тракт. Ну, а оставшуюся половину нужно разделить пополам. На одну из них это белковые продукты. Ну, вот, пожалуйста, там разные варианты мясных блюд, рыбных блюд. Вот здесь можно сосредоточиться как раз на этой ситуации. И остальное, вот оставшиеся 25% блюда, это как раз и есть и жирные, и сладкие продукты. Это не значит, что все одновременно должно оказаться на вашей тарелке. Но, тем не менее, каждый раз, накладывая себе порцию для очередного подхода к новогоднему столу, нужно мысленно вот так тарелку делить. Ну, и, конечно, стараться делать перерывы. Перерывы, то есть покушали, и во время еды иметь возможность насладиться едой, осознанно кушать. Тщательно пережевывая пищу, потому что скорость поглощения тоже имеет значение. Делать перерывы на прогулку, на танцы. Здесь, я думаю, что в каждой компании есть свои, ну, скажем так, традиции. Кто-то гуляет, кто-то катается с горки, кто-то просто танцует. Но, тем не менее, какой-то вариант физической активности. Вот это очень важно. Слушайте, ну, вы обрисовали такой идеальный стол. Я, честно говоря, не видел ни одного стола, с которого можно было на тарелку 50% положить овощи. На самом деле, в большинстве случаев так и получается. Просто мы стараемся, когда мы видим стол, глаз наш в основном выхватывает не овощи, а выхватывает те продукты, которые, ну, вот так ассоциируются у нас с праздником. Ведь, согласитесь, раньше полнота считалась каким-то вот, ну, таким, наоборот... В эпоху, когда человечество голодало, полнота свидетельствовала о достатке. Да, о достатке. И, понимаете, вот эту генетическую память тоже очень сложно стереть. Поэтому, когда мы говорим о празднике, у нас ассоциация, ну, с какими-то необычными, экзотическими продуктами. А когда это еще попробовать? Вот я, прежде всего, на это обращаю внимание. Я вовсе не призываю игнорировать такие продукты на новогоднем столе. И вообще, вот я считаю, мой принцип, нет продукта ни одного абсолютно вредного. Важно количество. Важно количество. Ассоциация калия не продукта. Сучу, конечно. Ну, то есть, понимаете, вот то, что мы издревле знаем, что все есть лекарства и все есть яд. То есть, я к чему это проговариваю? Осознанно подходить к тому, что вы кладете на свою новогоднюю тарелку. И еще раз, не пытаться сразу же все попробовать одновременно. И выбирать на новогоднем столе преимущественно жирные продукты. Ведь у нас как? Вот у нас же майонез закупается. Это вот если посмотреть какими-то невероятными объемами. И когда ты разговариваешь с пациентами, которые в последующем приходят на прием после нового года. Как правило, какие есть? Ой, ну столько было приготовлено, было жалко выбрасывать. Потому что там же майонез, ну как он может привезти к тому продукту? Он же все же хорошо. 90% отравления началось со слов, что в холодильнике сделается. Что в холодильнике, на самом деле. Там же майонез, ничего, ни вкус не изменен был. Нет, сам не понимаю, как так произошло. Ну то есть, путь попадания. Я еще хотел один момент уточнить. Все-таки в культуре нашего застолья есть такой момент. Мы как бы начинаем с холодных каких-то закусок, салата разного рода. Опять же, они ни разу не легкие в большинстве своем. Что ж про селедку под шубой, что оливье. Это все довольно громоздкие, наверное, для нашего организма блюда. Потом мы переходим к каким-то горячим блюдам. Потом у нас на столе появляется сладкое. И все это обильно сдабривается с алкоголем. Я надеюсь, мы еще про алкоголь поговорим. Но все-таки вот эта перемена блюд. Насколько она правильная и хорошо и должна быть такой? Или все-таки надо как-то по-другому это организовывать? Ну, череда, на самом деле, она обоснована совершенно. И здесь нет необходимости ничего менять. Хотя, надо сказать, что периодически в медицинской среде появляются разные теории. Ну, например, теория того, что надо начинать со сладкого, потому что повышается уровень глюкозы. Да, есть и такая теория. Повышается уровень глюкозы. То есть мои дети все время правы были, да? Ну вот, вы знаете, хочу разочаровать, если бы это было так. Ну нет, не нашла поддержки эта теория. И надо сказать, что вот у нас есть Международная ассоциация гастроэнтерологов и диетологов, на сайте которой регулярно вот такие варианты различные диеты обсуждаются. И не нашла поддержки. Вот такой ход. Ну, смешно звучит, наверное. Поэтому в каждой культуре есть свои особенности, есть свои блюда в качестве закуса. Кстати, вот и оливье, между прочим. Вы знаете, это не значит, что у меня на новогоднем столе есть оливье. Конечно, оно со своими особенностями. Там нет майонеза, я очень люблю греческий йогурт. Но это на самом деле вкусно. То есть это же, я же не призываю всех питаться точно так же, как вот это у каждого. А я призываю, гастролюторолог со стажем советует йогурт вместо оливье, подумайте. Вместо майонеза. Вместо майонеза. Вы знаете, можно сделать удивительные заправки для салата на основе йогурта. Более того, вот посмотрите, я просто разницу. Вот столовая ложка сметаны. Ну уж казалось бы, ладно, бог с ним, с йогуртом. 31 килокалория. А столовая ложка майонеза 127 килокалорий. Ого, такая разница. Оказалось бы, объем такой же. И к вопросу, откуда берутся эти килограммы. Ну они не берутся из воздуха. Поэтому не значит, что майонез это прям ну какой-то вот. Ну просто количество вы должны оценивать, которое вы кушаете. Это же как в бухгалтерии, есть определенная потребность организма. Ну вот мы с вами проговорили про полтора литра жидкости. Ну вы попробуйте одновременно выпить и пять литров. Ну согласитесь, ведь будет достаточно сложно организму. И здесь то же самое. Есть определенная физиологическая норма калоража. И если вы намеренно увеличиваете, ведь сейчас же это все можно получить данные о количестве калорий, у что там говорится сеть интернет. В каждом телефоне можно установить приложение, которое вам автоматически расскажет, сколько там белков, жиров и углеводов. Конечно, я еще раз подчеркну, я сторонница того, что каждый продукт заслуживает своего внимания. И если у человека нет пищевой непереносимости, каждый продукт имеет право быть на столе. Но вот его количество должно быть продумано, насколько это все возможно. Давайте все-таки поговорим на важной составляющей новогоднего стола. Это алкоголь. Ну тут, как говорится, без него вряд ли кто обойдется. Тут что делать? Ну, наверное, в идеале и вовсе бы не употреблять. Или все-таки как с праздничным столом, но нельзя без алкоголя обойтись. И как все-таки его употреблять? Ну, к примеру, я слышал о рекомендации. Поешьте масло побольше перед началом, тогда пьянеть не будете. Примите таблетку такого-то средства. Не будем сейчас говорить, но неважно. Да, все понимают, что есть эти таблетки. Люди не один, между прочим, вариант. Есть какой-то вариант, который ближе к вам. И исходя из нашей все-таки практики, что вы посоветуете людям, которые так или иначе будут нагружать свою печень в эту ночь? Вы знаете, я еще раз подчеркну, я говорила об этом и прежде, о том, насколько важно знать свой организм. Потому что такой простой вопрос, он не может быть однозначно решен правильно для каждого человека. Объясню. Безусловно. Вот если мы говорим о том, что масло, предшествующий прием жирных продуктов, снижает уровень опьянения, на самом деле это так. Потому что желудком тоже вырабатывается алкоголь дегидрогеназа. И здесь, конечно, этот фермент имеет определенную роль в скорости наступления алкогольного опьянения. С другой стороны, если у человека имеется патология печени, либо поджелудочной железы, вот такое сочетание, да, человек не опьянеет, но зато, к сожалению, имеет риск обострения панкреатита, холецистит и так далее. Поэтому аккуратно. Но тут и алкоголь может сыграть. Но вот особенно в сочетании с жирными продуктами, вот это особенно опасно. Вы простите, я просто перебиваю вас, я всегда этим людям отвечал, ты не ешь больше масла, ты просто пей меньше. Ну, норму знаешь свою, да, зачем тебе это нужно? Ну, тем не менее, вот это сочетание, оно не всегда далеко может сыграть на пользу организма. Поэтому вот от такого варианта, еще раз, нужно к нему относиться очень аккуратно, потому что если есть предрасположенность, есть определенные риски. Что важно? Ну, во-первых, раз уж мы с вами проговорили о таком ферменте, как алкоголь дегидрогеназа, который продуцируется прежде всего тканью печени, но также и в том числе слизистой оболочкой желудка, что важно знать? Не нужно алкоголь натощак. Почему? Потому что, безусловно, скорость его всасывания, ну и, соответственно, уровень концентрации танула и его метаболитов будет существенно выше. Поэтому надо постараться все-таки сначала покушать, а потом уже произносить первый тост. Не значит, что обильно покушать, но, тем не менее, какой-то объем. Вот когда вопрос, сколько, обычно наши коллеги-наркологи говорят, хотя бы одна столовая ложка. Ну, то есть, что-то должно находиться в желудке. Не должно быть ситуации, когда человек начинает употребление алкоголя тут же натощак. Ну, как всегда, трепетные жены своим мужьям говорят, закусывай, закусывай. В общем, вот это проявление заботы. Поэтому, мужья, дорогие, прислушайтесь. Это все с хороших совершенно побуждений. Не натощак. Второй момент – это напиток. Конечно, новогодний напиток – это шампанское. Само по себе ощущение праздника, вот эти пузырьки, которые играют в свечах, они, конечно, создают и особую ауру, особую праздничную атмосферу. Вместе с тем, надо сказать, что есть определенная когорта пациентов. Я уж извините, что все время, да, не в целом, а все время о своих пациентах. Потому что, на самом деле, с кем ты работаешь, о ком ты заботишься, в общем, в основном о них и думаешь, и стараешься им помочь, чтобы они избежали каких-то моментов. Надо сказать, что я своим пациентам всегда говорю, что вот пузырьки газа, к сожалению, они будут раздражать слизистую оболочку желудка и тем самым негативно сказываться в последующем на работе пищеварительного тракта. Есть такие, которые сидят и выбалтывают пузырьки газа, и я к этому отношусь положительно, потому что вот эта избыточная газация может негативно сказаться. А так, по большому счету, еще раз, умеренное потребление алкоголя не натощак. Наверное, вот это и есть те самые ключевые моменты, на которые следует обратить внимание. Еще один момент. Не понижать, не завышать градус, это имеет какое-то значение? Да, конечно, имеет, потому что алкоголь, дегидрогеназа, опять-таки, тот фермент. Еще раз, то же самое, да, вот когда мы нагрузку физическую повышаем постепенно. Мы же сначала не бежим в марафон, а потом пытаемся подготовиться короткими дистанциями. Так что это общий биологический феномен, когда мы адаптируемся от меньшей нагрузки к большей. Это значит, что процент содержания этанола и его количество в единице напитка должно быть именно от более низких к более высоким по количеству этанола, по нагрузке, а не наоборот. Поэтому, да, имеет значение. Сбои в активации фермента будут иметь значение. Это значит риски, ну, таких негативных моментов общего состояния, головные боли, ну, скажем так, не совсем приятные ощущения, тошнота и прочее. Смешивание напитков в этом случае тоже отменяется? На самом деле, ничего хорошего в этом также нет. И еще раз подчеркну, вот очень важно знать свой организм, и знать, как к нему, ну, скажем так, найти подход и не нагружать его избыточно. Если бы мы все знали меру, мы бы тогда с вами не беседовали, Мария Анатольевна. Вот теперь вот смотрите, тоже очень интересный момент в отношении мира и алкоголя. Ведь алкоголь обладает очень таким дополнительным релаксирующим действием. И зачастую, вот я вам так все проговорила, бодро про эти калории, а ведь зачастую бывает как? Вот алкоголь, да, и, да, кажется, что, в общем, теряется контроль. И, безусловно, тогда человек, более, ну, соответственно, длительно находящийся за столом, употребляющий алкогольные напитки, имеет больше шансов опять-таки скошить. Еще раз подчеркну, для чего вы? Есть ли ситуация для того, чтобы только покушать, или только употреблять определенное количество алкоголя? Ну, разве это праздник? Значит, если вы приходите для того, чтобы получить хорошее настроение, для того, чтобы этот день оказался радостным для вас, для ваших близких, ну, соответственно, и нужно... Чтобы утром не было мучительно больно. Чтобы утром не было мучительно больно. Вот есть те самые простые правила, которые, ну, на мой взгляд, крайне важны, потому что мы же рассказываем о том, очень приходят люди, когда все хорошо, да, они... На следующее утро похмеляться, не похмеляться, вот просто простые советы, что делать, пить много воды, говорят, она токсины выводит и облегчает жизнь. Точный питьевой режим, сокращение колоража, неголодание в отношении дополнительного приема алкоголя негативно. Как пищевой запой, вот у нас и такой термин есть, когда накушались, а потом еще доели, а потом гости пришли, это называется пищевой запой. Друзья мои, ну, вы все слышали, да, соблюдайте меру, не голодайте, не объедайтесь, выпивайте, но в меру, а главное, праздничного вам настроения, с наступающим Новым Годом. Ориентированно поздравляю вас с наступающим. А также берегите себя и свое здоровье. Удачи вам, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин